Здравствуйте дорогие друзья! Дубль 2 теперь с микрофоном гораздо интереснее вроде получается и звук к вам идет. Команда Onlines против Cloud9 Dota 2. Последний матч на сегодня в рамках VPC Europe. Ставки на GamingBets.com выглядят вот так. 2.17 на Cloud9, 1.5 на Onlines. Все-таки побольше сейчас ставят на Onlines, хотя последнее время ребята плотненько подздали. И давайте посмотрим немного статы, которую нам покажет наш замечательный режиссер. Команда Onlines. 531 матч вместе, 70% винрейт. Количество киллов в среднем за игру 23, смертей 18,2, 46,80 хассистов. Фурион самый пикамый герой, 146 раз появился, 74,7% винрейта. 127 раз появился Чен, 80% винрейта. Ну и Мишка, 112 раз появился, 74,1%. Команда Cloud9. Среднее количество киллов за игру 22, смертей 18,5, 41,1 ассистов. Самый пикамый герой это Луна, 33 раза появилось, 66,7% винрейт. Ну а суммарно ребята сыграли вместе 95 игр. Винрейт их составляет 60%. Ну и вот общая стата команд. Чуть больше Onlines убивают, чуть меньше умирают. Ассистов также на целых 5 в среднем за игру больше. Ласт хитов меньше, чем у Cloud9, целых на 34. Ну и по ГПМу все очень ровненько, всего лишь на единичку в минуту обходит Cloud9 по золоту своих оппонентов. Зато по XP 82 в минуту проигрывают. Ну и пики и баны. Alliance, аппарат, драгонайт, венга, фурион. Cloud9 забирают себе нагу, потму и дазла. В бане находится Эмберспирит, Ликантроп, Никс, Шейкер. От Alliance, Cloud9 избавились от Инвокера, Бэтрайдера, Луны и Чена. Четвертый пик. Есть мейнкерри, есть, я так понимаю, нага в мид Fast Radiance. Ну и есть один саппорт. Нага-Сирена. 1427 матчей, 50,1% побед. Очень ровненько. Ну а вот связка. Нага-Дазл-Патма. Использовалась два раза, 100% винрейта. SF заезжает еще одним четвертым пиком для команды Cloud9, и это получается еще один минус арморный персонаж. Shadowfint. 678 матчей, 50,1,9% винрейта. Связочка венга, аппарат, драгонайт, использовалась один раз и также имеет 100% винрейт. Что ж, нужно забанить какого-то саппорта сейчас в команде Alliance. Да, у меня поплавило, конечно, плотно с этим микрофоном. Мне говорят, ты себя не размьютил. Смотрю на микрофон, который лежит на столе и говорю, да нет, размьютил, я его просто не одел. Выключите камеру. Связочка Патма, SF, Раста не использовалась ни разу. Ну, я понял, что вместе. Зато SF, Раста брались целых 20 раз, 65% винрейта, 42 раза появлялась SF и Патма в одной команде, 69% винрейта, ну и 37 раз Патма и Раста. 67% винрейта. Очень неплохие связки в парах по процентному винрейту. Очень-очень даже. Ну и Alliance. Еще очень много времени. Забанили они Клокверка. Кстати, почему? Они уверены, что Патма отправится на оффлейн? Или что? Или как? Да, вот такие курьезы периодически у нас случаются в эфире. 35 секунд бонус тайма. Alliance, последний пик. Это должен быть какой-либо мейнкерри в связку к Ancient Operation и Wingame. Возможно, это будет Вивер. Может быть, что-то другое возьмут. Ну и 10 секунд. Alliance, совсем мало времени остается. И это Morphing от Alliance. Кто-то обещал мне 90-минутную доту, и она тут вырисовывается потихонечку. Morphing, Naga, Dragon Knight. Ну и последний пик от команды Cloud9. Появится ли саппорт или же оффлейнер? Нет, ну вообще... Появляется Doom. Судя по всему, это все-таки оффлейнер. Doom. 660 игр. 51,8% винрейта. В среднем за игру наносит 8183 дэмэджа. Ну и ждем, когда ребята распрыгаются. Лода уже сел на Morphing. Ну, кейсер за стеной что-то никак не успокоится. Кричат что-то, воют. Ну и ждем мы старта игры. Мы понимаем, что система проведения Best of 2. Соответственно, 2 катки мы минимум увидим у этих команд, ну и 2 максимум. Команда Cloud9. Naga Sirena. 9-9 на нем играет. Eternal Envy играет. Ну и тут же Cloud9 выдвигаются на поиски своих оппонентов. На ботом лейне, правда, никого не найдут, кроме бульдога на фурионе. Ну и этот тип знает, как на фурионе катать. Я думаю, у него статистика очень даже неплохая. ГЛХФ желает EGM. Своим оппонентом. Таки. Надо сменить Гладоса. На бастиона, вот, допустим. Ну и смотрим дальше. Что же будет в медле? Пайл Айдай на Наге почему-то уходит из медла. Синг-синг на потме будет стоять. Мидл. Ну а Нага здесь, судя по всему, будет в роли суппорта, если не ошибаюсь. Ну и сейчас уточним. Аой-2000 контролит руну иллюзий. И с СФ он пойдет на ботом. Нага, судя по всему, отправится туда же. Да, ну и на оффлейне будет стоять Doom. Костя E7. Слэм этом опять белая горячка. Приступ все дела. Пайл Айдай. На Адмирала. Ну и бульдога тут отгоняют. Да, стоят два саппорта. Всячески его отшугивают от крипов, чтобы даже XP не получал. Ну а СФ отлично контролит лайн. Спушивает его даже уже немного в свою сторону. С ластхитами проблем вроде как нет. Правда добил только одного чужого крипа. И трех своих. Ну вот. Продолжает. Да, все у него отлично. Атака набивается. Бульдог получил экспу сейчас пока только за одного крипа. Ну и тем временем на топе. А на топе ничего. Doom уходит в лес. Даже не пришел на лейн. Просто отправляется в лес. И будет жрать сейчас крипов. Кушает урсу. Есть клэп. Клэп он вряд ли будет использовать. Адмирал. И выйдет. И выйдет все это дело. Кого-то есть Хекс. СФчик. Да, кстати, мало хп уже у СФ. Придется отжираться тангусами. Тем временем в медле. Залетает сюда Фурион. Ферстбат забирает СФО. Ну и спокойненько уходит. Что здесь хочет спайлайдай непонятно. Риптайт. Аки. Все нормально. Аппарат. Вейв оф террор. И. ЕГМу лучше наверное отсюда уйти. Лайнс открывает счет. Ароу. Замансовал. Синг-синг промазал Ароу. Тут же Даззл. Но это минус ЕГМ. Килл достается. Ауи. Даззл забирает килл. Синг-синг возвращается в мидл. Кстати, Синг-сингу убили? Да. Синг-сингу на потме наказали. Неужели? Лода спокойненько фармит. Саппорты находятся в лесу. Никто ему не мешает. Я в очередной раз пропускаю. Ферстбат доказывает то, что именно я должен быть комментатором Старладера. На меня работает Аро Вилата, даже когда Вилат далеко. Сфо. По криптацию. 17 на 9 у Лоды. 17 на 6 у Eternal Envy. 14 на 2 у Синг-синг, но он же отдал ФБ. Ну и Сфо 10 на 0. 3-0 у Дума. Пожрал крипов, ушел на базу Регеница. Ауи 2 крипа. Ну и дальше там саппорты. Все плохо у Бульдога. Но Бульдог улетел в лес и сейчас будет все немного лучше. Здесь он сможет спокойненько пофармиться. Сейчас получит третий уровень вторых фронтов. И можно будет ускорить фарм. Потихоньку разламывает студию режиссер от скуки. Почему бы нет? Да, ага. Что, Envy продолжает фармить? Что, кстати, ему летит? Летит ему... Ага, базилка, стики и Magic Wand. Интересно. Это не Мидос, ничего подобного. Не какие-то там ПТ-физы. Это базилка. И что он собирается так быстро начать пушить лейн? Вообще, саппорт Нагой против мейн керри Марфа, который находится на полном фрифарме, лучше, наверное, не затягивать. Это действительно так. Что летит к Марфу? К Марфу летит рецепт на Мидас. Марфа раз, просто. Синг-синг. 24 кипа в виде. Вот здесь проблематично. Стоять, прилетает к нему Ботл. Будет совсем скоро ПТ-шечка, отпивается. Ветернал Энви. У Жак Виллы есть. Вопрос, будет ли пушить. Да, пытается подпушить. Видно, что автоатачит крипов. Пушает Тангуз. Чтобы вытанковать. Ну и Мидас прилетает к Лоди. Пятая минута. Тут же прообузил его. Шестой уровень у Морфинга. Появляется Репликейт. Альянс решили не шутки шутить. Взяли Морфа. Ну что, тут начинают пушить вышку. Как я говорил, с Аквилкой подходит стадо крипов. Аки. Получил Кайлятину. И пол-вышки уже отвалилась. Второй Кайлятин и промазал. Стан. Ну а что дальше? Тут есть стики. Есть чем отожраться. Ульт Патмы. Кого сейвят? Сейвят Нагу. Ну да, снова подходит. Катапульту в любом случае не отдали. Ну и с катапульта, я думаю, допушит эту вышку. Вортификейчно уже нет. И вышку отдают. Тем временем на топе происходит похожая фигня. Тварион прилетел. Вызвал трентов. Третьего, нет, второго уровня пока. Спруты прокачал. И вот сейчас получает пятый уровень свой буквально с одного крипа. ПТ-шечек появляется. ОСФО. Ну и падает вышка на ботами. Кто ее забирает? Забирает ее. Шадоу Финт. Да, 500 бонусом. Появляется ПТ. И 600 на руках. Что будет дальше собирать, пока непонятно. Возможно, какой-то Шадоу Блейд может быть пойдет в быстрое БКБ. Сейчас увидим. Сэф. Хайлами. Неужели будет пушить Лайн дальше и пойдет на Т2? Я думаю, что оно того не стоит. Ворф вейвом забирает крипов. И совсем скоро у него тоже появится ринкуф Аквилла. Есть уже ринкуф протекшн, есть бэнд. Остается нафармить на Сейдж Маск. И все нормально. Что тут у Синг Синга? У Синг Синга сейчас будет физы. С Аквиллой уже. Слишком много, по-моему, Аквилл на одну команду. Ну, не мне их учить считать Аквиллы. Думаю, как-нибудь справятся. Давно не было гангов. Гангов восьмая минута. По графикам у нас Cloud9 выиграют полторы тысячи. Но, понятное дело, что это снесенный на ботами Тавар. Вот они практически все деньги. Руна Регина. Забирает СФО. И спокойненько отходит. СФ продолжает фармить. 1200 на руках. По криптацию топовый. Ну, понятное дело, что из-за битого, из-за добитого, опять же, Тавара. Ну, здесь сейчас появится Квилла. Проблемы у ЕГМа нет. Теперь у Пайлайдая. Минус Пайлайдай. Забирает его аппарат. Вовремя оказался здесь лода. Иначе аппарат бы оказался в таверне. СФО тоже выходит на лайн. Должен подлетать сюда сейчас Адмирал Бульдог. И должны сносить Тавар. Хотя вот тут СФО полетел сразу сам травить. Есть руна Регина. Не боится терять ХП. Что отопьется. Ну, и вышка потихонечку упадает. Фортификейшн, но отгоняет здесь СФО. Сдувает мгновенные иллюзии. Вышка упадет. И достается нам Драгон Найт. 1600 на руках. Скорее всего будет собирать Шадо Блейд. Тем временем, и Терна Уэнви на ботами тоже пушит вышку. Есть ТП. Уэнви тут же отходит. Приезжает сюда Драгон Найт. Еще и под Чилинтачем. Да, не стоило с ним сражаться. Это точно. Ну, Фориона совсем скоро будет Мидос. Ждут, когда подставится здесь Синг Синг. Готовый, что Винга дать ему стан. Ну, нет. Спалил Синг, а я думаю Синг теперь будет играть гораздо аккуратнее. Тем временем на топе. Лода. Что-то себе должен принести. Или что-то лежит в куре. Это СФО. А что появилось у Лоды? Есть Аквилы, Стики, Мидасы. Это все было. Боттл, что ли, купил? Лода, кстати, не полностью перекачался. Держит ХП на уровне 815. Это достаточно много. СФчик. Появляется ОгрКлаб. Там все-таки пойдет в быстрое БКБ. Возможно, правильное решение. Мы, наверное, посмотрим по графикам. Отыгрались графики как раз вот на эту тысячу за вышку. Ну и СМОК от Дазла. Будет ли выезжать куда-то? Синг-синг. Есть ультимейт. Есть дабл дэмэдж. Попытка цепануть ИСФО. Простреливает. Нормально. По отмодаже без дабл дэмэджа. Ну и в СМОКе Винга. Ждет, когда поставится Пайной Дай. Сигналит на него. Но тут есть что прикроет. Дум. Тут Вонус Эйвен. Запрыгнул с даггера. И пытается уйти отсюда Аки. Аки, наверное, уйдет. Очень грамотно Лода подблочил. И может еще подраться с Думом. Ульт Фуриона. Пролетел. В медлении, тем временем, Драгон Найт роняет вышку. Фурион. Маны, правда, нет на Трентов. Поэтому здесь мало что получится. СФ подобрался к Лоде. Ну и опять не попал одним Кайлом. Поэтому Лода спокойненько уходит. Хотя он и так бы уходил с Вейва. Вейв на Энви. Ну и перекачку включил. Все с ним в порядке. Что у Фуриона? Фуриона, Мидас. И следующий Гловус оф Хаста сразу появляется на Мелл Шторм. Но Энви чуть-чуть остается до БКБ. Даззл. Получил 6 уровень. Есть что ультимейт на минус армор. Что у Лода? Покупает Ринко Фреген. Это не быстрый шотган. Все-таки пойдет, значит, в линку. И, значит, Морлинг собирается затягивать эту игру. Посмотрим, получится ли. Потому что... Терновые компании могут на него получиться. Энви. Ставится вортекс. Стан. Ну и... Тут, понятное дело, под Чилин Тачем развалили очень быстро кабинет 4 уровня. 80. Мэджик дэмэджа бонус. Видим, тут кентавры даже проседают неплохо. ТП в мид. На свап нет маны. И вышка всевозможна просаживается. Синг-синг уже почти с барабанами. Вот этим временем на ТОПе продолжает пытаться сплит пушить. Эсфона ботами. А где Фурион? А Фурион мертв. А кто его убил? Адмирал Бульдог убил Дазл. Понятненько. Сэф отпушивает ботом. Шадоублейд, как я и говорил, появляется у Драгон Найта. Ничего удивительного. В Драгон Форме инициировать. Классный айтем. Ну и в смоке Клауд Найн на поисках Альянса. Правда, никого тут нет. Единственное, кого могут спалить. Ульт-аппарата залетает в Энви. Ну, это минус Энви. Да, погибает он здесь. Погибает от Драгон Найта. Драгон Найт тут же делает отсюда тэп-аут. Неплохая задумочка. С Гангом реализовали. Очень даже неплохо. Ульт Фуриона залетел вовремя. Ну все, вообще, сделали достаточно грамотно. Прямо фармить лиса. Летит к нему, наверное, уже... Нет. Это ПТ? Это ПТ на силу, да. Я-то думал, что это будет Йельнир. Но нет. Что, на Рошанчика? Судя по всему, да, под Челентачем сейчас будут забирать. Пытаться максимально быстро это сделать. Дум. Ай, как грамотно все сделали, ребята. Начал бить, Дум сразу же начал отходить и сам пешочком зашел в ульт аппарата. Очередной килл от Драгон Найта. Уже третий. 3-0-0 у СФО. И сейчас еще пойдут забирать Рошана, потому что без Дума здесь драться не вариант. Нужно, чтобы кто-то затыкал СФО либо Марфа. Ну и вот, пошел Челентач на всех. Рошан отваливается достаточно быстро. Сейчас чуть помедленнее пойдет, когда баф спадет. И пошел ульт Дазла. Арморчиков у всех не очень много. В любом случае, Рошан падает. Падает в копилку команды All-Lines. 5-2 счет, 15-ая минута. Что по графикам? По графикам. Клауд Найн выигрывает еще около 1000. По XP 4000 выигрывают. Команда All-Lines. Тут Фурион решил играть достаточно через саппортный вариант развитий. Баклер, Хедреска. Совсем скоро появится Мека. Время в медле. Лода получает Арроу. Перекачка. Не хватает. Дропает с него Аегис очень быстро. Буквально только он его приобрел. Тут еще Пайлайдай. Будет ли сеточка? Дотягивается сеткой. Тут Арроу через 3 секунды будет. Очередной Старшторм. Лода проблема. Пролетает ульт Фурион. Летит сюда ульт аппарата. Синг-синг остается под льдом аппарата. Вейв будет или нет? Нет, не будет вейва. Вейв будет на отступление. Ссыкнул Лода давить до конца Нагу. Ну и наверное правильно сделал. Потому что я бы не ссыкнул и я бы умер. Поэтому я не на Интернэшн или Лям не выиграл. Ну что. С4. Опять готов уйти в Shadow Blade Dragon Form. И опять кого-то готов цепануть. И судя по всему пытаться он будет сделать это в медле. Стоит на хайграунде. Чтобы был хоть какой-то вижен. Ну и отходит С4. Все-таки не решился. 1400 на руках. Фурион дофармливает Мекку. Что там у Синг-синга? Есть барабаны. Есть аквилы 1600. Нага. Арканы. Ну тут у Наги мало что появится. У Дума. Даггер. Барабаны. Ну и Крип со станом. Ну вот еще на морфа можно посмотреть. У которого вот-вот появится ультимейт торп. Длинки останется совсем чуть-чуть. Не самое тайминговое. Но не стоит забывать, что у него 001. Никого не убил за это время. Есть у него такой косяк. Морф на репликейту прыгнул в миду. Ну и по нулям. Андрей спрашивает, что это вторая катка. Ага. Третья. Пацаны решили бесту в три же скатать. Ультимейт торп. Морфа. Прилетает Мека к Фуриону. Пушить тут вряд ли получится. Потому что слишком сильный от пуши у Клауднайм. Плюс есть Нага с Слипом, который сможет подловить на этом пуши. И все будет очень плохо. Тем более у Энви уже есть БКБ. Десятисекундное. И его как раз таки сейчас хотят реализовать. В смаке. Выходят. Спанут ли СФО? Скорее всего да. Ставится вард. Слип от Наги. Подходит к СФО. Спанули Слипом еще и Аки. Посигнали на него. Пошел Арл. СФО. Получает Арл. Ну и Винга даже не стала впрягаться. И правильно сделала. Пролетела тут ульфу Риона. Будет ли Синг Синг цеплять. Запрыгивает Дум. Стан. Минус СФО. Ой, минус соединяюсь на Нага. Тьфу. Минус Винга. Все уже. Поплыл. Больше не наливать. Что СФчик? Собирает урожай в чьем лесу. Не знаю кому делали эти стаки. Скорее всего Фуриону или Драгон Найту. Но забирает их в любом случае Тернлайнве. 1600 на руках. А ребята собираются спушить Т1. Правда тут Лода с Адмирал Бульдогом. Пытаются тоже пропушить Ботом. Ну и разлетаются. От Пуш Ботома прошел успешно. 2000 на руках у Шадоу Финда. Что у Патмы? У Патмы руна Дабл Дэмэджа. И 2-300 на руках. Мы смотрим. Синг-синг. Что будет собирать? Линка появляется у Морфа. Но Морф очень сильный герой в потенциальном лейте. И возможно даже сможет растерзать нескольких героев врага. Но если будут продолжать унижать Драгон Найта. И он не сможет вывести себе сейчас БКБ, Кирасу и так далее. То все может очень печально закончиться. 2700 у Наги. У него кстати Арканы и 2800. Просто вот она саппорт Нага. Ну. Подходит дальше. Фармить. Пайл Айтай. Винга. Свап. Слипы нет. Ну минус Пайл Айтай. Привет. Еще сюда залетает ульт аппарата. Начинает падать вышка. Будут ли дефать? Через слип Наги зайти уже не получится. Фортификейшн нет. Вышка слетает очень быстро. С4. Цепанули. Дум. Терну Энвин. Нужен еще стан бы был. Арау прилетает мимо. Ну сейчас Даггер откатится. Есть Танадума. Не проходит. Не достал. Лол как. Ну все таки Пайжен Тач и минус С4. Где в это время Фурион? Фурион в это время на Респе. Продает Билдов Стрэндж. Покупает новый. Что это? Износился или еще? Прилетает на ботом. И будет пушить. Тут ульт аппарата отличный. По троим просто залетает. Но вышка все равно скорее всего упадет. Фурион тоже на ботами вышку снесет. В медле тем временем Лода с аппаратом орудует. Морфинг забирает вышку. 1600 на руках. На топе вышка упала. На ботами тоже ее может допушить Фурион. Медалька появляется у Винги. 6-5 ведут Алайнс на 1 килл. Правда по деньгам преимущество у Клауд Найн на 500. По XP 5000 выигрывают Алайнс. У СФа 1500. Ну это 21 минуты игры. Если бы это была 51, игра бы подходила к концу. А сейчас она... Все вам, дорогие зрители, передают привет. Да. Огромный, пламенный. Ну что, будут ли цеплять? Здесь СФО с Шадоу Блейдом. Взлетает, пытается добить вышку. Слип от Наги. Запрыгнул Дум. Дум слип не потратил. Ой, стану извиняюсь. А Роза летает СФО. Ну его судя по всему будут забирать без Дума. Да. Очевидная смерть СФО. Ульт аппарата. Пайлайда его поймал. Ну и вышку дунает, ребята. Все очень плохо, на самом деле, у мидера команды Aligns. Он даже начал собирать какую-то фигню. Купил себе Chainmail. Я надеюсь, это не Blade Mail будет. Он в кирасу пошел просто с дешевого артефакта. Шадоу Фиту уже 13 уровня. Есть Доминатор на руках. Прилетает к нему Боттл. Платинум Бэби Рошан. Ну и Патма. 12 уровень. Мэлл Шторм. 1200 на руках. Барабаны. Что у Марфа? У Марфа 2800. Ну вот, возможно, теперь будет шотган собираться. Кого тут ваншотить, кроме Дазва? А Шток летит к Наге. Только не говори, что Саккарт. Саккарт. И она идет в Radiance. Суппорт Нага. 23-я минута. Radiance. Нет, ну ладно. Radiance будет на 25-26-й. Только в таких играх можно увидеть у Суппорт Наги на 24-й минуте Саккарт. Морфлинг. Продолжает фармить. 3-300. Можно приобрести себе уже Иглсонг. Ресвится Рошан. Наверное, следующий из тысячи как раз-таки на нем будет. Сфо. Тернуэнни. Получается, там должен уже лететь ульт-аппарат. Ульт от Патмы. Но не спасает. Не спасает он здесь СФ. И ребята наваливаются на Т2. Фурион. Вся компашка. Есть Мека. Упадет вышка, скорее всего. Пытаются здесь еще кого-то подцепить. Заслипали Сфо. Сфо опять огромные проблемы. Но у него есть Shadow Blade. Поэтому он отойдет. Под Позжен Тачем. Падает вышка. Забирает ее Морфлинг. 1400 на руках. Совсем чуть-чуть остается. И, возможно, пойдут даже дальше. И заставят СФа сделать байбэк, которого нет. Сфо. Dragon Form. Тут же Fortification. Получает Arrow. Ну, задефают. Тут что, и Некра. Расстреливается вышка. 13 секунд ДСФ. Ата вооружая упала. Возможно, сейчас будут бить бараки. Бьют рунжовый барак. Нет, наваливаются на Милишный. Знают, что Fortification нет. Запрыгивает сюда Doom. Повесил на СФО. Бонус 7. Может здесь погибнуть. Погибает. Ну и надо сбрить барак. Надо сбрить барак. Отправили на него Некров. Все, что можно. Пайлайдай. Star Storm. Остановили. Битье бараков. Байбэк от Дума. Ну и что? На развороте пойдут. Нет, Морфинг вылетает на базу. Оставил здесь репликейт. Очень быстро вернется. Приобретает. Синг-синг. Еле живой. Синг-синг погибает. Ну и это минус сторона как минимум. 49 секунд его не будет. Хотя у него есть, наверное, на байбэк. Да, есть на байбэк. Начинает падать барак. Слип. Байбэк от Синг-синга. Минус армор повесили. Минус армор стакается. Аро в СФО попадает. Здесь начинает разворачивать Орну Энви. Раскатал. Ультра раскистовал. Минус СФО. Пытаются добрить Чуаки. Аки бежит. Стан дает в Дума. Тысячка ТСФ. 249. Отлетает. Ну и добьют. И здесь и Лоду. Минус 4. В живых остается один Фурион, который на базе регенится. Барак от Дефоли. Третий. Некра появляются у Фуриона. Каспер сейчас... Ой, непонятливые, что ли. Ринжовый Барак не регенится. Врани нет. Бей. Не хочу. Не хочу, говорит команда Лайнс. И не забирает ни одного Барака. А вот сейчас может погибнуть Роша. 30 секунд нет морфинга. Этого более чем достаточно. Наги. Наги, кстати. Прилетает Рейдинс наконец-то. 26 минута. У аппарата появляется Аганим. И вот сейчас Аганим. Полетит Плюха. Залетает Плюха. Добрый вечер. Старшторм. И бежать отсюда бежать. Потому что у дома огромные проблемы. Стекают хлопцы Тернула Энви. Подхиливают его. Хотя как его можно подхилить? А вот Грейв может спасти. Залетит ли сюда Фурион? Ультимейта у него нет. Ну и Алайнс будет бить Рошана. По хп им убрали. Пошла вторая половина. Время морфинг. Тысяча на руках. А Егис забирает морфинг. Почему не СФО? Ну его же реально долбят всю игру просто. 3-4-2. Сколько у морфа? 3-1-1. Да морфинга никто не трогал. Вот в этом файте первый раз его решились убить. Ну морфа линка. Не заявил. Должен появиться. Сейчас какой-нибудь мантастайл. Ребята решают забрать Т2 на ботами. Наверное правильное решение. Лишние деньги морфу. Правда на ботами барак, наверное, уже отрегенился. Да, регенится. Зараза. Ну и Тавр. Начинает падать. Будут ли дефить Клауд Найн? Фортификейшна нет. Тавр отваливается с огромной просто скоростью. Ну и все. Вышки нет. Задефить ее не успели. Забирает ее морфинг. Появляется рецепт на травела. Я понял. Появился шутган. Самое время собрать артефакты на перемещение. Без того, чтобы ваншотить. Ну и отходит. Отходит Алайнс. 4 тысячи преимущества по золоту лукоманда Алайнс. 4 тысячи по экспе. Как-то вот так все выглядит. Ну и сфо. Плейт мео есть. Хватает на гиперстоун. Остается дофармить рецепт на Кирасу. И станет гораздо проще. Лода фармит леса. Манрегин 7.1 в секунду. Может позволить ей летать по крипам без перерыва. Бульдог. 2.400. Правляется в лес. БКБ появляется у дома. Сколько там уже БКБ? Раз у дома. У СФ и два. Нага с радионцем тоже потихонечку подфармливает. Фармит иллюзию просто. Хотя я думаю на того не стоит. Больше хп потратишь. Лода. В виде бонус 7. Перекачивается. Пошел ульт аппарата. Попадает тут ульт аппарата. Задел. Ну это минус дум. Если только граевом его засейвят. Как только хп опустится ниже какой-то точечки. Дум скопытится. Там слип от наги я так понимаю. Да? Да. Минус армор. У лода огромные проблемы. Сбивают ему линку. Лода перекачивается. Уходит на воеве в леса. И горит от рейденса. Дум выжил. Congratulation. А лода нет. Лода погибает. Пытают сюда сейчас сместиться аппарат с винкой. Но второй раз лоду я думаю не будут забирать. Спокойненько уйдет. Время мы на топе. Бульдог. Не может поверить в том, что бараки не пали. И продолжает спид пушить. Ну что, будет стычка. А ром? Нет, никого не получилось подцепить. Аки ее заэвейдил. Заэвейдил. Это поплава, дорогие друзья. Это называется все. Конечное. Я не понимаю, что будет на последней игре. И вообще буду... Как-то так, наверное, будут звучать мои комментарии. Ну что, аппарат. Почти 13 уровень. Есть аганим. Есть ультимейт второго уровня. Пошел ультимейт. На кого он летит? Летит он на СФ. Но не задевает. На бараки. Пытается бараки ультимейтом добить. Если бы, кстати, работал, аппарат был бы им бой. А почему есть дерево, которое может лечить бараки? А нет... Дерево, которое может коречить бараки. Накидывает ливинг там какую-нибудь коррозию деревянную. И они начинают их погрызать. О, маленькие тренты. Наваливаются на крипов. Правда, зайти на хайграунд, как я говорил, этих крипов никогда не получится. Потому что тут СФ, Нага, Даззл и Патма. Это все упадет за долю секунды. А лайнс не будут заходить на хайграунд. Это явно. Тут даже и мечтать об этом не стоит. Максимум, что они сделают, это подпушит. Фурион улетит на топ, чтобы там посплитпушить голые бараки. Но и то вряд ли. Дабл дэмэдж. Сигналит аппарат. Все всему его кто-то забрал. Драгон Найт забирает. Ну и вот с дабл дэмэджем-то можно, наверное, попробовать что-то сделать. Или еще рано. Урион улетает в леса. Ты форми, мой милый друг. Пять тысяч по золоту. Семь с половиной по экспе. А лайнс продолжает выходить вперед. Но, понятное дело, они фармят чужие леса, они фармят свои леса. Улоды три тысячи на руках. Даманта Стайла, кстати, остается не так уж и много. И блюдают на топ. Сэф потихонечку приближается к бутерфляю. Есть талисманов эвэйджен. Что у Наги? Наги нужно собрать какую-нибудь тараску, потому что тысяча хп это как раз-таки тот самый ваншот от морфлинга, наверное, который может прилететь. Тем более от морфлинга, у которого три с половиной тысячи на руках. И потенциально сейчас может появиться Яша плюс ультимейт торп. Смаке. Ну и тут про репликейт не стоит забывать. Пошел ультаппарат. Что, зайдут на бараки? На бараки зайти не получится. Потому что там крипы. Да, вскрываются ребята. Не прошли на смаке. Вот тут тоже рисует Плант Капкан. Тоже в смаке. Клауд Найн идут на поиски. И возможно получится встреча у нас сейчас. Непосредственно вот здесь должен быть Слип от Наги. Нага. Сеточка пошла на СФО. Здесь БКБ нет. Получает он Дум. Ультаппарата неплохой. По Думу залетает. Ну и на развороте ульт Фуриона. Отличный. Лода. Фуловый. Че ж ты бежишь, тряпка? Так, залетает сюда Фурион. Попытка цепануть Синг-Синган. Тут на липе ушел. СФО. Тычечка. Ауи, как же больно залетело. Куда ты с подводной лодки денешься? Ауи начинают наворачивать. Минус Ауи. Слип от Наги. Ну, Дазл мы видим уже целует лицом. СФ раскастовывается. СФО. Почти наглухо убил с ультами тиммейта СФа. Пайлайдай тоже погибает. Запрыгивает сюда Дум. Стан. Минус Фурион. Пошел ультаппарат. Фурион должен сюда возвращаться. Фурион уже летит. Морф. Этерн Уэнви. Выживает. Лоу. Пойдет ли на воеве до конца? Нет. Воева нет. Что сделать? Делай репликейт. Ну, что ж ты слоупок-то такой? Все-таки забирается. Воева. И. Карают бараки. Байбэк. И тут же погибает. Трипл килл от лоды. Ну и минус. Сторона как минимум. Падает гем. Драгон Найт. Рейснется через 30 секунд. Сторона упадет чуть раньше. Ну а основных героев у команды Клауд Найн еще не будет 30+. Аппарат выходит в мидл. Здесь уже крипы подошли. Здесь же Фурион. Да не кровь 16 секунд. 5000 на руках. Был уже байбэк. Начинает ронять вышку. Ну, эту вышку, скорее всего, успеют пронить. Вышка падает. Здесь есть Катапульта и есть Некра. Пошли, Некра. И что, будут сразу две стороны ломать? Или пойдут ломать ботом? Наваливаются на ботом. Вообще не будут ничего ломать. Лон, не стали заходить на хайграунд. Потерял еще и Некра. Ох уж этот бульдог. Бульдог. 5400. Ну, давай Хиксяру. Выбор особо немного. Ладно, сторону забрали. Байбэков там длительное время ни у кого не будет. Ну, по крайней мере, у Наги, у Дума, у Фуриона и СФ. Фарм Эджинтов. До Бетерфляя здесь по-прежнему не хватает. Вот сейчас надо аппарату получить 16 уровень. Да, до которого остается буквально вот по левелу аппарат. Подпушивает лайны. Ну, правильно делает. Убивает крипов здесь. Тут потихонечку будет хараситься Т3. Ну, Бетерфляй появляется у СФ. Мюльнир дособирал Фурион. И вышка, как мы видим, потихонечку просаживается. Придется дефать. Дефать причем уже две стороны. Надо постоянно контролить ботом. На топе крипы всегда будут заходить на хайграунд. Потому что они сильнее. Появляется еще один Иглсонг. 3900. Хватает уже на Бетерфляй. ТП на Рошана. Вейф оф террор. Медалечка. Рошан начинает отваливаться. Очень быстро забирают Рошана. Достается он Драгунайт. А я говорил об этом в прошлый раз. Что СФО это нужнее. Что СФО погибает чуть чаще. Изничтожают здесь иллюзии Наги. Ну и окопались на базе сейчас Клауд Найн. Что по графикам. 12000 преимущества у Алайнс. По золоту. 15000 по ХП. 2300 на уках у Драгон Найта. Морфинг с сыром. И ему летит Бетерфляй. Я так понимаю. Ну по ТОПу я думаю смысла заходить нет. Разве то что подпушить только. Забрал репликейт Наги. Ну и сейчас с Некрами. Можно попробовать. Слип от Наги. А Роу в аппарат. Аппарат ульту запустить не успеет. Хотя успел. И даже попал. У Синг-Синга проблемы. Нет. У Синг-Синги нет ульта аппарата. Аппарат тут же делает байбэк. СФО с Аегисом. Дум скорее всего его угробит. Это СФО переживает Дум. Тут же получает сыр. Откушался сыром. И можно заходить. У Дума нет ультимейта. Ребята прекрасно это понимают. 80 секунд задизейблить двух мейн керри никто не сможет. И начинает падать вышка. Портификейшн. Пытаются дефить как-то. А Роу прилетает мимо. Морфлинг. Мы видим что они делают с Драгон Найтом с вышкой. Падает вышечка. Начинают грызть милишный барак. Каспир опять плачет. Бонус Севен. Тут же стан разобрали. Минуту не будет. Ульт аппарата. СФ. Тоже в таверну. Слишком быстро убивают. ГГ пишет Бонус Севен. Ну и 40 минут понадобилось Аллайн. Чтобы выиграть первую катку. Но понимаешь что Бест оф 2. И впереди нас ждет как минимум еще один матч. Еще один матч. Ура. Я так рад. Так рад. А потом я пойду играть пауы на стрим. Это веселее намного. Поверь. Я там по 40 минут не формлю. А я знаю тебя на фуре. Это я. Привет, друзья. Привет. 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 Что ж. Нас ждет впереди еще один матч. Все между теми же командами. Аллайн против Cloud9. Решится выиграть ли катку Аллайн с окончательной. Или Cloud9 смогут сравнять все на ничью. Ну. А пока у нас будет небольшая рекламно-музыкальная пауза. Так что никуда не расходитесь. Буквально минуток пять. И мы с вами вернемся к дотке. Пух. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...